Они не перестают удивлять свои фантазии и воплощениям творческих идей. Все чаще в Волокжане участники проекта «Цветущий город» используют в своих композициях героев, сказочных персонажей, интересные сюжетные линии. Особенно четко это прослеживается в такой номинации, как «Цветущий логотип». 31 июля вместе с конкурсной комиссией работы участников, президентов на победу именно в этой номинации оценила и Арина Прахова. Мы добавили черепаху, которая сделана из обычного тазика, покрышки, столбик деревянный и старый-старый плафон. Прикрепили шляпу, разрисовали и получилась такая чудесная, замечательная черепаха. Она на поляне лежит и в буквальном смысле на солнышко глядит. Не на простое, цветочное, а вместе с ней и львенок. Сказочные персонажи знаменитого советского мультика стали настоящим украшением цветочного логотипа детского сада номер 19 «Солнышко». Композицию высаживали сотрудники дошкольного учреждения на радость детям и родителям. Ребята ходят вместе с родителями, улыбаются солнышко, вспоминают этот мультик и идут с радостью в детский сад. И у них остаются положительные эмоции на весь день. Только вот положительные эмоции в Лакжан не являются критерием оценки в конкурсе «Цветущий город». У специалистов конкурсной комиссии своя оценочная система – стобальная. Данная номинация по трём критериям оценивается. Это чёткость выполнения композиции, качество цветочной рассады и эстетическая гармоничность цветочной композиции. Но это, наверное, более простая номинация по оценке, потому что наглядно сразу просматривается, сразу понятно, о чём хотел донести художник цветочный. Цветочный логотип на этом участке также очень многое может сказать о своём хозяине. Большая книга, украшенная мультипликационными героями, создана сотрудниками Вологодской библиотеки на Всентьевского, 30. Вот здесь у нас гусеница. Гусеница – это тоже героиня небольшой такой книжки, в которой всего 200 слов. В этой книжке дети учатся и дням недели, и счёту, и в конце концов узнают о том, что гусеница превращается в красивую бабочку. Юные читатели библиотеки давно облюбовали сказочное место. Даже за книгами чаще приходить стали, говорят библиотекари, ведь путь к знаниям лежит через волшебную поляну. Мне нравится это очень кумба. Они, кто здесь работает в библиотеке, они каждый год здесь стараются, по-разному так делают, оформляют. И каждый раз меня это вдохновляет. Я всем рассказываю, что здесь такая кумба есть. У меня даже друзья приходят, бывают бабушки, и восхищаются. О, какая у вас здесь красивая кумба! Красоту сотрудники библиотеки создают ежедневно. Поливают, удобряют, вечером для сохранности убирают сказочных персонажей. А с самого утра, ещё до начала рабочего дня, вновь украшают ими территорию. Здесь есть и мели, и пепельный чулок. Одна из самых древних жительниц сказочного оазиса – Баба-Яга. Вот уже четвёртый год своим присутствием она украшает сказочный двор. Правда, в этом году сотрудники библиотеки создали для неё особые комфортные условия. Поставили в хуторок, а в доме провели спутниковое телевидение. На участие в конкурсе «Цветущий город» подано уже около 500 заявок, и они продолжают поступать. Специалистам конкурсной комиссии предстоит оценить каждую клумбу, каждый цветник. Заявки на участие принимаются до 20 августа. Экспертная комиссия готова принимать заявки, даже если они не вписываются ни в одну из объявленных номинаций. Если вы понимаете, что вы родили нечто шедевральное, либо не шедевральное, а что-то действительно, которое стоит внимания, но не подходит ни под одну номинацию, все равно стоит подавать свои заявки. И мы пообщаемся вместе и подумаем, куда могли бы мы либо подобрать определенную номинацию, даже если не подходит, все равно каким-то образом отметить ее. Узнать полную информацию о проекте или подать заявку на участие можно на официальном сайте администрации города или по телефону 729670.